Здравствуйте, Арчений Селезнев Зиробой, 26 апреля утро. Слышу какие-то странные звуки. Это там... Ага. Что-то летает, в общем. Я думал, что это двигатель начал работать. В инкубаторе это что-то летает. Вот я пересадил цыплят. Значит, укутал мешками. Получилось не идеально. Может еще туда добавлю один мешок по диагонали. Сверху кину. Потому что тот край самый неукутанный получается. Пересадил цыплят. Поставил им самую крупную лампочку 100-ваттную. Кормушка та, которая была у тех цыплят, открытая. Лучше сейчас открытую ставить. Потому что если бункерная забьется, они будут голодать. Ну, их не так много. Так что, в принципе, пока можно перетерпеть. И та вода, которая была с ними. Та кормушка, которая была... Да, сейчас я укутаю с этой стороны, чтобы они не так мерзли. Мешки, в общем, самый лучший утеплитель. Потому что они всегда под рукой. Полипропиленовые или джутовые. Любые, в общем, мешки. Воздух будет поступать из щелей. Снизу подложил деревяшки. Две штуки это обязательно. В клетку... Когда клетку ставите на пол. Под низ я ничего не ложил. В идеале можно было положить пленку. Но у меня тут пол с хорошим покрытием. Покрашенный. Так что, в принципе, потом можно будет аккуратненько снять. Если что, водичкой полить. Если оно будет сухое. И тогда оно снимется все идеально. Так, вот так оно будет выглядеть. Такой вот солнечный куротарий. Мешки все такие, значит, порченые. Так что, их не жалко, если их закакают по краям, по периметру. В принципе, полипропилен легко стирается в теплой воде. Так что, можно легко отстирать. То, если вам нужно будет чистый мешок. Заливаете теплой водой. Где-то в районе 40 градусов. Можно больше. И стирается любым синтетическим. Там несколько капель любой синтетики. За два раза все отстируется. Идеально чистый становится. Ну, можно мылом. Я бы, допустим, мылом стирал. Так, теперь пересаживать буду этих цыплят с инкубатора. Там хватит им уже греться. Уже пора переходить. Их достаточно, достаточное количество, чтобы греть друг друга. Ну, а старшие. Старшие сейчас посмотрю. Вот это им насыпать. Или отнести уже взрослым курам. Если там вообще какая-то еда. Наверное, нет ничего уже. Отнесу позже взрослым курам. А пока подсыплю в качестве субстрата. Да, точно. Так и сделаем. Да, нет. Нет никакой еды. Это кормушка. Ну, как поилка она не годится. Так как у нее трещина и вытекает там. А вот как кормушка еще послужит. Ну, вот и этих развеселил. Да? Сейчас, значит, накормлю старших. И после этого буду уже пересаживать самых маленьких. Накрою там газетой. Тут брудер. Чтобы он прогревался. Ну, там и так было тепло. Ну, дополнительно можно накрыть газетой. Чтобы было еще теплее. Так, этот провод можно убрать. Ну, уберу провод и тогда перекину там. Тогда накроется нормально. Арсений Селезнил-Зиробой. Все готово для принятия самых маленьких. Там вообще что-то видно или нет, непонятно. Ну, в общем, там двигаются. Пора пересаживать. Двое суток. Значит, самые первые отсидели. Двое суток, я считаю, оптимально без еды их держать. Потому что раньше они все равно кушать не будут. А так они все одновременно переедут. И можно будет выключить инкубатор. Если никто не проклевывается, пересмотрите яйца. Если не проклевывается, то тогда выключу. Если проклевывается, то еще пусть немножко побудут. Арсений Селезнил-Зиробой. От перестановки мест количество цыплят меняется в брудерах. Значит, сетка, клетка эта использовалась. Я ее сделал специально для первых цыплят. Тут, в принципе, для десятка маленьких хватает. Если они большие, эту клетку можно ставить на бок. А также можно перевозить в клетки на большие расстояния. Там на велосипеде или еще как-нибудь. Так что эта клетка была сделана мной специально для таких целей. А также их можно будет выносить на солнышко. Если не будет сильного ветра. чтобы они загорали где-то в теневую сторону. Прямо в клетке. Там есть ручки у меня. Была такая задумка. Но сейчас дождь. Поэтому сегодня никак. И они должны немножко адаптироваться. Сейчас гляну, какая температура в помещении. Вчера прогревал. Ну вот, 16,6. В принципе, нормально. Все, что выше 12 градусов. Ну, тут где-то в районе 17 должно быть, по идее. Это там в кульке. Там чуть прохладнее. На воздухе теплее. Ну, и не под лампочкой. Там точно будет намного теплее. Там будет выше 20. По идее. 22 градуса. Это уже не так холодно, как хотелось бы. Как могло бы быть. Вернее, так скажем. Арсений селезнял зверобой. Пересадил цыплят средних. А старшие позже переедут уже в большой специальный цыплятник, который был раньше петушарней. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока. Пока.